Вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 23 июля. К середине 20-го столетия Египет созрел для революции. Египетский национализм страдал от поражения в Палестине и от провалившейся попытки избавиться от британцев. Вина за неудачи египетских войск во время войны с Израилем была возложена на короля по весу Фарука I. В последние годы правления Фарук проводил в стране некоторые реформы, но политические противники зарабатывали очки на его слабостях, склонности к роскоши. Увлечения азартными играми и любовных похождениях. 23 июля 1952 года группа свободные офицеры во главе с полковником Гамалем Абдель Нассером организовала заговор против Фарука и осуществила государственный переворот. Король был вынужден отречься от престола в пользу своего 7-месячного сына Ахмеда Фуада. Взяв с собой детей, король и королева отправились в изгнание в Италию, где Фарук называл себя принцем Фаруком Фуадом Египетским. Его дворцы и большая часть состояния были конфискованы. Годом позже Египет был провозглашен республикой, а весной 1954 года его президентом стал руководитель переворота, полковник Гамалем Абдель Нассер, лидер арабской нации, взявший курс на искоренение англо-американского господства на Среднем и Ближнем Востоке. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.